Всем доброго времени суток! Сегодня мы поговорим о SteamOS. Для начала загрузим установщик. SteamOS это операционная система на ядре Linux, сделанная для игр из Steam. Сегодня будем тестировать, устанавливать. Смотри, что это такое. Сейчас скачается наш образ. Кто ждет роликов о Хакинтоше? Ролики о Хакинтоше никуда не делись. Просто сейчас в миле Хакинтоше не происходит ничего интересного, поэтому снимаем пока про другие операционные системы. Когда в миле Хакинтоше произойдет интересная новость, мы сразу же снимем об этом ролик. Откроем новое окно проводника. Пока у нас качается образ, откроем этот компьютер. Отформатируем нашу флешку. Файловая система Code32. Назовем SteamOS. Подтверждаем. Ок. Закрыть. Открываем. Вернемся на предыдущую страницу. Распакуйте файл SteamOS zip на отформатированный USB накопитель с файловой системой Code32. Убедитесь, что используется формат раздела MBR. Затем нужно зайти в загрузочное меню. Выбрать интерфейс UEFA. В меню выбрать выборочную установку UEFA Partition Map. То есть нужно выбирать нашу флешку и в UEFA режиме. Скачался почти наш архив. Делаю все с Windows 11. По идее должно получаться из любой операционной системы, но что-то попробовали в MacOS 11, ничего не получилось. Флешка записалась, но грузится компьютер с нее отказался. Сейчас попробуем с Windows 11. Если не получится, будем пробовать через Linux. Берем содержимое нашего архива. Берем нашу флешку SteamOS. И копируем все содержимое. Когда копирование завершится, я вернусь уже с экранкой. Подошла наша запись к концу. Закрываем данное окно. Теперь нам нужно перезагрузить компьютер. Отсоединю на всякий случай диск с хакентошем. Затем нужно выбрать первое название нашей флешки. Появилось меню SteamOS. Я выберу экспертный режим. Так как на моем SSD установлены еще Windows 11 и MacOS Monterey. Не хочу, чтобы оно стерло весь диск. Когда я пробовал записать флешку из MacOS 11, сделал аналогичное действие. Но нагрузиться компьютер с нее отказался. Выдал ошибку загрузочного сектора. Отсоединил я все диски, кроме того, на которые буду ставить. Нажимаю заново определение дисков продолжить. Теперь проверяем. Взбудное пространство. Раздел EF. Все правильно. Пользовать как раздел подкачки. Раздела закончено. EXT4. Форматировать точку монтирования слэш. EXT4. Выдражаем. Метка отсутствия. Все правильно. Настройка раздела закончена. EF. Не использовать. Взбудное пространство. Не использовать. Нажимаем продолжить. Если вы продолжите, то изменения, перечисленные ниже, будут записаны на диск. Если же вы можете сделать все изменения вручную. Внимание. Эта операция уничтожит все данные на удаляемых разделах, а также на тех разделах, на которые должна быть создана новая файловая система. Следующие разделы будут отформатированы. Записать изменения на диск. Да. Пошла разметка дисков и установка в базовую систему. В процессе установки у нас появился вот такой вопрос. Но я думаю выбрать здесь все галочки. Нажать продолжить. Установка пошла дальше. Вернусь, когда выскочит новый запрос, или установка будет завершена. Вроде как завершилась наша установка. Сейчас я для успокоения проверю, работает ли моя Windows 11. И вернемся к нашей SteamOS. Windows 11 работает. Дальше заходить не буду. Мне главное было проверить, что она запускается. Теперь все-таки грузим нашу SteamOS. Запускаем SteamOS. SteamOS GNU Linus. Построена на базе Debian. Вот она запустилась. Сразу запустился Steam. Интернет подключен. Звук тоже вроде есть. Сейчас откроем о системе, посмотрим, что это у нас такое. Ага. Странные системные параметры. Ну ладно. Вот с моим железом. Нас интересует другое. Базовая система SteamOS GNU Linus. Окружение GNOM. Ну я так понял, это Debian Linux. Доработанный, откроем системный монитор. Сейчас я установлю OBS Studio и вернусь. Скажу я вам, непредсказуемая какая-то это SteamOS. Хотел я установить OBS Studio. Выключил запись с iPhone. Внезапно у меня комп перезагрузился. Потом был минуты две черный экран. Теперь у меня появилось что-то вот такое. Хотя с самого начала был обычный Linux. Ничего здесь честно пока не пойму. Ну сейчас попробуем в этом интерфейсе что-то делать. Изображение под экран. Ладно, пускай так. Так, выберу свой часовой пояс. Московское время подойдет. Запустить Steam. Тут как бы и выбора нет. Красивая анимация. Нажмем войти. Введем наш логин и пароль Steam аккаунта. Этой системой, кстати, можно управлять с помощью геймпада. Но вводить цифры все равно нужно с клавиатуры. Войти. Так. И что? Это я так понял предлагает. Так, ага, какие-то игры. Загрузки недавно интересные. Зайду в библиотеку. Все-таки система для игр. И что-то у меня тут ничего моего нет. Не хочу ставить Counter-Strike. Попожаловать в Steam. Давайте зайдем в магазин. Хочу хотя бы загрузить, блин, свою игру. Где же здесь поиск? Не знаю, как я сюда зашел. Недоступно для вашей... Извиняю, что снимаю кусочками. Просто на моем айфоне недостаточно памяти. Поэтому приходится так. Но перейдем к сути. Полазил я в SteamOS. Есть тут такая штука. Система. А, нет. Не то. Ну, ладно, посмотрим. Вот что здесь пишут. Мое железо. Операционная система. Проверить наличие обновлений. Уже проверили. Хотел я все-таки другое. Где-то здесь было Steam Play. Во. Поставил я эту галочку. Если бы не она, сейчас бы я завершил ролик. Сказал, что не ставьте эту SteamOS. И все. И снес бы все нафиг. Ну, поставил галочку. Все-таки тестирование продолжится. Потому что игра, которая для винды предназначена. Вот видите. Пошла загрузка. Я нажал загрузить. Согласился с условиями. Пошло. Теперь вот у меня загружается сама игра. Proton Steamworks. Когда это все загрузится. Я к вам вернусь. Уже с запущенной игрой. И будем проверять. Работает она или нет. Но без этой галочки. Она мне писала, что вы можете стримить игру с вашего ПК на Windows. Данная игра не поддерживается. Но вы можете стримить изображение с вашего ПК на Windows. И играть на Steam Machines. Я считаю, это бесполезно. Или играйте типа в то, что создано изначально под SteamOS. Но тут тоже не так много игр. Поэтому, если сейчас виндовая игра не запустится. То я вам не советую ставить эту SteamOS. Даже browser Firefox я запустил. Открыл YouTube. Зависла у меня эта система намертво. Сейчас потестим, как будет идти игра. Но, если она не запустится. Или запустится и будет лагать. То буду вам советовать играть в виндовые игры все-таки на винде. Если же вы фанат Linux и винду вообще ставить не хотите. Тогда советую ставить вам любой нормальный обычный дистрибутив Linux. Ubuntu, Kubuntu, Linux Mint. Ставить на него сверху Steam. Включать Proton. И результат будет тот же самый. Возможно даже лучше. Только у вас будет еще полноценная система для интернета и всего остального. А это какая-то констрированная. Единственное преимущество, что можно управлять с помощью геймпада. Вот сейчас накладываю геймпадом. Попробуем запустить игру. Скачалась игра из компонента. Игра запустится с помощью SteamPlay. Инструменты для совместимости OS. Окей. Ждем. Посмотрим, что из этого получится. Что-то ничего. Загрузился еще компонент. Играть. Не работает. Играть. Вывод. Не ставьте вы эту SteamOS. Ничего у ней такого нет. Игры от WinD она не запускает. Я знаю, даже в обычном Linux, если поставить галочку Steam Proton, Steam, все будет запускаться. И более-менее нормально можно будет играть. Здесь же вообще это не работает. Может это конечно и можно сделать. Но будет через такие костыли. Проще уже поставить нормальный Linux, поставить туда Steam, поставить галочку Proton. И будет то же самое, даже лучше. И вот такой полноэкранный интерфейс там тоже будет. Есть в Steam режим полноэкранного интерфейса. Выглядит точно так же. Только с него можно выйти. Здесь выйти со Steam нельзя. Чисто Steam. Ну а вообще советую играть в игры для WinD на WinD. На MacOS Steam Proton работает тоже сейчас не со всеми играми. Так как начиная с операционной системы Catalina прекратили поддержку 32-битных приложений. Steam Proton также работал на MacOS. Намного лучше чем сейчас работает здесь. Вот я не могу запустить игру для WinD. А игры для Linux отлично запускаются и на нормальном Linux. Ubuntu, Ubuntu, Linux Mint. Так что не советую тратить время на установку этой непонятно для чего сделанной операционной системы. К тому же у меня здесь не работает почему-то звук. В браузере стоило запустить видео на YouTube в качестве 1080. У меня компьютер завис намертво. Хотя у меня нормальное железо Intel Core i3-8100. Оперативки правда всего 4 гигабайта. Но для YouTube я считаю достаточно. На Linux, Windows 10, 11, MacOS 11, MacOS, Monterey. Всё отлично работает. Ну вот такой вывод. Не оставьтесь с SteamOS. Зря потратите время. Всем пока. До новых встреч.